Кстати, ой, оно нажимается. А почему мне две одинаковые положили? Ой, не, ещё что-то у меня. Всё говно какое-то. Фух, ой, мои хорошие, покупочек много всяких, огромные коробки. Привет, с вами Селена. Мой любимый формат видео, это когда я показываю вам всякие свои покупочки, всякие приколюшечки, и делюсь, 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 делюсь с вами. Давайте первое, может быть, начнём с одежды. Как раз-таки на мне такая находится, блин, а как она называется? Женская кофточка, наверное, из чистого хлопка. Заказывала, не заказывала, а покупала в Юниклоу. Вот. Цена 1499 рублей, мне она очень понравилась, и она, по-моему, размера... А, нет, она S-ка идёт, размера, да, но она такая... Как эти называются? Не знаю, свободные такие рукава. И, на самом деле, под эту кофточку я искала себе прикольные джинсы. Они, наверное, называются багги. Завышенная талия. И я прям хотела не чёрные, не джинсовые, а, знаете, такое чёрно-серый какой-то. Скорее он чёрный, да, но не совсем чёрный. В общем, завышенная талия. И прям вот такие объёмные штаны, да, и зауженные к низу. Даже, может, под резиночку как-то сделаны. Прямо, мне кажется, под эту кофту идеально, но, к сожалению, на распродаже просто не было нигде моих размеров. Чаще всего они в новой коллекции. Ну вот, видимо, я уже насмотрелась, насмотрелась всяких прикольных картинок. И вот хочу себе это, но, к сожалению, на распродаже не нашла. И так как я не носила такие джинсы, такие брюки никогда, я не стала спешить покупать в новой коллекции, как бы, ну, за такую нормальную цену, да. Подумала, ещё надо подумать. Но всё же я хочу, и мне кажется, что, наверное, в ближайшее время я приобрету себе эти джинсы. Я ещё их даже не мерила, потому что я своего размера не встретила, да. Ну, в общем, вот такая кофточка, посмотрите, она мне очень нравится. Она хлопковая, я думаю, что долговечная, такая объёмненькая. И как раз, мне кажется, такой фасончик прям фрундулый. Так, у меня ещё есть кое-какие покупки одежды, я покажу их попозже или сразу? Сразу покажу. Ну, ладно, давайте. Фаберлик. Фаберлик. Как вы знаете, с Фаберлик я всегда заказываю себе лифы. У меня все лифы, которые я ношу, затаскиваю, они все из Фаберлик. И в этот раз я решила впервые заказать лиф, который просто без лямок, ну, без фурнитуры какой-то, без вот этих вот, как их называют? Чего у него нос чишется, не пойму. Как их называют? Рисунка, выпуклости и всякие, да. Решила заказать. Но, по-моему, это не единственный такой вариант есть. Он без пушапа. У меня в основном всё с пушапом, люблю я так, чтобы грудь ещё больше приподнималась. И я, когда на него посмотрела, думаю, ли он какой-то большой на меня. Хотя я всегда беру 75B, всё мне идеально. И, вы знаете, он на самом деле идеально сел. Реально идеально сел. Вот такой вот бежевый у меня. Ещё такой надо купить мне белый и чёрный, чтобы были базовые вот такие вот, без ничего, как раз-таки под мои водолазки. Особенно обтягивающие, которые вообще там всё чуть ли не просвечивают, да. Под них я взяла лифт. Я не помню, сколько он стоит. Но у меня есть чек. Бюстгальтер спейсер называется. Цвет бежевый, размер 75B. Цена 799 рублей. Да, 799 рублей. Короче, он мне нравится, классно сидит. И при этом он не уменьшает грудь. Даже без пушапа он прекрасно сидит, прекрасно смотрится. Это, короче, база-баз. Дальше я купила себе такие брюки. Вот такие брюки. Та-дам! Цвета баклажан. Кстати, может быть... Кстати, оно может отлично под эту кофточку быть. Сейчас я померю под кофту. А почему я купила эти брюки? Да потому что мы недавно с Настей ходили... Нет, да. Мы с Настей ходили, снимали шоппинг-влог. И у нее на канале есть образы на Новый год. Где она сделала образ как раз-таки с этим цветом брюк. И с таким фасоном брюк. И с Зарой. Я когда начала заказы делать Фаберлик. Я увидела этот фасон для начала. И подумала, блин, как классно. Вообще у них там они только в одном цвете. А в Заре там были цвет бордо. Но цвета бордо у меня брюки есть. Я как бы не стала брать другого фасона, такого же цвета, да. И так как другого цвета и не было там просто этих брюк. Я вспомнила, что они реально классно сидели. Надо, чтобы какие-то яркие пятна в гардеробе были. Тем более цвет мне этот нравится. Мне кажется, что иногда можно его куда-то одеть. Так и подчеркнуть свою индивидуальность. Вот. Поэтому я заказала Фаберлик. Единственное, что здесь не было пояса. Это в Заре представлено с поясом вот здесь. Из такой же ткани, да. Вот. Но я думаю, что может быть сюда какой-то другой пояс можно будет ставить. Или вообще без пояса. В общем, померяем сейчас под эту кофточку. Посмотрим. Цена. Да. Сейчас я скажу, сколько цена. И еще под эти брюки я что-то купила. Так. Брюки для женщин. 1919 у меня. Так они стоили 2,399. У меня 1919 за скидкой. И еще я купила вот такой вот чулму, тюрьба. Как оно правильно называется? Тоже такого цвета. Ну, как раз вот знаете, если я там наряжусь, то я вот это, пожалуй, одену. Ой, у меня в этом году, наверное, самое большое количество вообще головных уборов. Я имею в виду разнообразие именно. Мне почему-то захотелось, а почему нет? Я сейчас пытаюсь там на стиле как-то там, да. Почему нет? Это очень даже себе интересная такая головная убора. Мне кажется, мне даже идет. Вот если я соответствующе как-то сделаюсь, да. Я имею в виду оденусь. То мне кажется, очень даже. Скажите, как мне идет? Нет. Тюрбанов там было два цвета, по-моему. Вот такой цвет и еще какой-то. Я не помню какой. Кстати, я сейчас померю вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. Сейчас я подберу обувь какую-нибудь, которая у меня есть. И сумочку. Посмотрим, что получится. Так, 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 так. И еще, подождите. Тюрбан. Тюрбан называется или чалма? Тюрбан, наверное. Я уже запуталась. Тюрбан, чалма, чалма. Шапка-тюрбан. Цвет фиолетовый. Тюрбан, чалма, чалма, чалма. Тюрбан, чалма, чалма. Тюрбан, чалма, чалма. Тюрбан, чалма, чалма. Тюрбан, чалма. Ну, мне кажется, он прикольно сидит, прикольно. И, как бы, ушки греет, да? Супер. Так, дальше. Давайте закончим тогда с Фаберлик, что я заказывала-то. На самом деле, кстати, мне очень нравится одежда в Фаберлик. Вот мама, она говорит, что ей не вся одежда в Фаберлик подходит. Да, там, по размеру, по какому-то качеству. А мне, вот, на удивление, но всегда все приходит идеально. У меня все приходит размер в размер. У мамы просто у меня намного больше размера. Может, она как-то не угадывает, да? Качество замечательное. У меня ничего не портится из Фаберлик. И всегда как-то сидит все классно. Поэтому я вообще не жалуюсь. Ага, как и обещала вам, как я и говорила, да? Кстати, немного упаковка изменилась. Фаберлик, вот эти вот бальзамы, да? Они по 100... уже повысилась цена. Вот, кондиционер для окрашенных и осветленных волос с экстрактом горной арники. Арктики, наверное, серии Bio Arctic. Он мне достался вообще за 63 рубля. А так он стоит 129. И вот со скидкой получилось 63 рубля. Но я уже говорила о нем, что он реально классный. Они раньше были беленькие, теперь они вот такие все голубенькие серии. Это вообще дешевый бальзам, но волосы после него просто огнище прям. Я обожаю. Я его заказала. Я еще... Почему я не заказала два? Потому что я увидела, что они в голубом. И такая думаю, может, это не те. Поэтому заказала один. А когда уже забирала, я говорю, девочки, что, поменялась упаковка? Она говорит, да, это те же самые, только упаковка поменялась. Вот сейчас я его попробую. Если это тот же самый, я себе закажу, блин, сразу пять штук. Помады! Ох-ху-ху-ху! Три! Три помады! Так, одна из них какая-то новенькая должна быть, по-моему. Я так люблю помады, вот честно. Потому что я их очень часто крашу. Смотрите, какая упаковочка. Вот такая красивая обувочка. Цвет! Цвет-цвет-цвет-цвет-цвет. 406-18. Ммм, запах такой классный. Аромат, как я взяла себе недавно. Я забыла. Стеллари, что ли? Стеллари, по-моему, фирма. Я взяла себе в магазине помаду за 277 рублей. У неё классный аромат и такой нюдовый оттенок. Так, вот ещё 44-050 фаберлик. Ой, смотрите, оно другое. Оно с зеркальцем здесь. Вот такая вот она прям вся красивенькая. А что за цвет? Ой, оно нажимается, девочки. Я боюсь сейчас что-нибудь нажать. Оно нажимается. Тут кнопка. И что? Как оно открывается? Ё-моё. Что это вообще такое? Блин, я её немножко испортила. Походу. Красивый цвет такой, гляньте. Как я люблю, с розовиночкой немного. Короче, смысл в том... Блин, как пахнет. Матовая, прям матовая. Такая красивая. Фигеть. Сейчас я вам сводчики же сделаю. Вот она. Красивая. Я так понимаю, что она сюда засовывается вот так. Всё, засунули. А хотите вытащить, вы делаете, нажимаете. И всё, вытаскивает. Класс. Мне нравится. Я ещё таких закажу. А что я сделала первым делом? Я просто что-то сюда нажала, и ничего не произошло. Да, я, видимо, нажала неправильно. Так, это вот это вот с зеркальцем, которое 44.050, девочки. Вот это... Вот он, сводчик, да? Вот это вот, которая другая. Потемнее, и она коричневая такая идёт. Она вообще какая-то на магнитике. Она на магнитике, вот. Видите? Всё, я смотрю, она не защёлкивается. Она на магнитике. 406.050, 406.050, и ещё такая же на магнитике. Какие-то новенькие, по-моему, были, я в каталоге увидела, и решила взять. 406.050, 406.050, а почему мне две одинаковые положили? Что за прикол? Может, я две одинаковые заказала? Ну, я такая, что я могла невнимательной быть, заказать две одинаковые. Нормально вообще? Блин. Неужели я две одинаковые заказала? Ну, да. Ну, одну вот я засводчила уже, вот она, я буду ей пользоваться. А эту, может быть, маме, если подойдёт. В общем, две помады у меня вместо трёх, понимаете, да? Ну, классненькие, мне нравятся. Так, и, 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 и. Ой, нет, ещё что-то у меня. Карандаш! Карандаш ещё. Карандаш, короче, я заказывала себе вообще, он какой-то розовый-розовый прям. Вообще не моё. Возможно, маме подойдёт, она прям любит такие цвета. Видно, да? Это её прям цвет, она такими помадами красит. Я не крашу, поэтому я ей отдам этот карандаш. И ещё прикольная штука из Фоберлик. Вот это уже последний из Фоберлик. Вот что я заказала. Захотелось с вами открыть. Это набор массажёров Суджок. И так как я люблю, когда мне делают массаж рук или что-нибудь такое, я себе заказала, мне показалось, что будет прикольно. В общем, в наборе... Ой, они магнитные. Они магнитные, смотри. Вот, повисло. Идёт вот такое вот, значит, колечко. Колечко вот так можно делать. Пальчики, да? Ну, просто ты сидишь и кайфуешь. Вот так вот делаем. На каждый пальчик. Приятное ощущение. Так. Потом вот такой поменьше, ты можешь его волосы откуда-то... Просто вот так в руках. Блин, кайф какой. Короче, вот так в руках делать его. Такое, знаете, как иглоукалывание. Он такой остренький. Сильно давить нельзя. Будет больновато. И вот если так вот... Кайф, честно. А вот этот вот, этот как бы для ног. То есть, ногой вот так вот прям катать по полу, да? Он как бы сделан для ног. В общем, вот такие вот интересные шарики. Классные. Я давно его, на самом деле, присмотрела. Уже давно хотела взять. Всё. Вроде заказала. Потом как-то получилось, что, оказывается, не заказала. Думаю, ладно, в следующий раз. Потом бывает наберу, наберу в корзину. Думаю, не, много. Надо что-то убирать. Думаю, ладно, это в следующий раз закажу. Ну, то есть, я его уже раза два пыталась заказать до этого. Так, и цены, цены, цены. Набор массажёров стоит 329 рублей. Мне вышел 263 со скидкой. Матовые губные 239 рублей. Вот те, которые две... А, две штуки у меня, да. Те, которые две... 239 рублей. Короче, помады все по 239 рублей. Так, всё. Это то, что у нас было с Поберлик. Поехали дальше. Многие девочки смотрели, когда я заказывала всякие вкусняшки, протеиновые батончики, мне сказали, посмотри на Озон, там очень много всего. Первым делом я увидела, что на Озоне дешевле, достаточно дешевле, стоит вот такое молоко. Как вы знаете, я сейчас пью латте. Я же вообще его пью каждый день. И по две кружки бывает, по два стакана получается. Пью молока, я очень много пью молока и чуть-чуть кофе. И, конечно, здесь без сахара, без лактозы. Вот такое миндальное решила попробовать. БТ хорошая фирма. У них в основном вот так всё без сахара, надо смотреть состав. Овсяное тоже без сахара. И ещё заказала Альпро. Оно тоже там мне вышло, по-моему, 180 с чем-то рублей. Со скидкой вот оно как раз всё стоило, кокосовое. Вот сейчас оно в холодильнике. В общем, оно дешевле стоит, чем в магазинах в Ленте. Потому что в Ленте вот эти вот по 200 с чем-то, а Альпро вообще по 300 с чем-то. Молоко очень дорогое. А я купила по 100 с чем-то. Дальше. Я уже скорее хотела вам снять, потому что, честно говоря, я думала, они не дождутся. Я заказала все вот эти вот... Это протеиновые вафли. Это, честно, одна из самых моих любимых вкусняшек. Короче, какие-то стоили со скидкой, какие-то не стоили со скидкой. Я у своей девочки знакома покупаю их, по-моему, по 90 рублей тоже. Или по 120. Не помню. Короче, они стоили не дороже, чем у моей девочки, которая в Ростове занимается. Просто мне с Азона было их заказать чуть удобнее, чем встречаться в центре, состыковываться. Лучше в один день. Пришла где-то, где нужно, забрала всё и всё. Ну, мне так удобнее. Поэтому я решила заказать на Азон. Но, к сожалению, там не все вкусняшки есть, которые продаются у моей подружки. У неё там печеньки всякие вкусные есть. Поэтому всё равно у неё закажу. Ну, вот вафельки разные. Все по два вкуса заказала. Остались уже все по одному. В общем, я вот эти вафли люблю. Они реально сладкие, мягкие и классные. Ещё из того, что я ни разу не пробовала, но заказала и попробовала, видите, уже, ну, тоже еле-еле дождалось, чтобы вам показать. Это хлебцы Доктор Корнер. Злаковый коктейль. Хлеб хрустящий. Тра-ля-ля. Сырный. Сырный я нигде в магазинах не видела. И так, я думаю, интересно, какой она вкус. Возьму один. Блин, он такой классный, сырный. Просто офигенно. На него ещё положить что-нибудь. Можно яичко какое-то сделать сверху. Пожарить, положить, да. Можно что-то даже и мясное положить. И он такой вот прям сырный, вкусный, солёненький. Знаете, как чипсон. Я вчера смотрела сериал прям и хрумкала. Три штуки вечером съела. Классный, короче. Прям сырный. Попробуйте, если увидите. Так, а здесь вот у меня коробочка. Ещё я заказывала что-то. Что-то. И я забыла, что. Нет, я помню, протеиновые батончики здесь должны быть. И джем. Джем сладенький, без сахара. Вау! Это же просто вообще, это же просто рай, рай. Так, заказала. В принципе, всё, что я ем, заказала. О, лимон кейк я не пробовала ещё. Кстати, девочки, сразу скажу. Уже тоже вот когда у меня закончились мои батончики. Я бывает где-то в магазине захожу, смотрю, у правильное питание. Какие-то батончики вроде смотрю, выглядит вкусно. Покупаю, девочки, батончики всё говно какое-то реально. Они прям вообще никакие. Бумбар пока что это самые вкусные батончики, которые реально похожи на то, что здесь нарисовано. То есть если нарисован синагон, да. То ты вкус чувствуешь именно вот этих вот десертов синагон, которые продаются в торговом центре. Короче, я заказала их тоже много. Много-много-много-много-много. Вот они. Заказала их много, потому что я их люблю есть. Люблю с собой брать. И поэтому, чтобы не заказывать всё время, вот я их заказала вот тут. Очень много. Так, и два джема. Всё завернули мне, как следует тут. Так, один джем клубника. Клубнички тогда не было, я хотела его заказать. Его не было у моей подружки. И вишня. Да, вишни и клубники у неё не было. Я у неё заказала тогда малину, абрикос, очень вкусно. И здесь решила заказать. Вот он там, классный. Блин, какие они аппетитненькие. Здесь джем в чём моего хорошо. Нискокалорийный джем. Он без сахара, без ГМО, без глютена. И вот это можно есть. Я люблю это есть с кашками. Люблю иногда намазать на какой-нибудь сладенький хлебец. Ну и короче, можно ещё много чего придумать. Да, в чай не клала ещё. Но можно тоже попробовать. Вот. Короче, я вот такое вот ем сейчас. Всё. Фух, я устала. У меня аж прям спина устала. Знаете, я сейчас стёрла губы. Мне как прям, честно говоря, накрасить губы сейчас. Чтобы вы посмотрели. И помадой вот этой. Мне показалось, она какая-то классная. Которая отщёлкивается. У неё прям такой красивый цвет. Она такая, да, с розовиной немножко. И у неё как будто там, короче, какая-то необычная. Нют-нют прям. Надо ещё заказать. Всех цветов. Вообще, если выбирать, то я люблю больше с розовинкой. Чтобы чуть-чуть было розовенько. Видите? Классно. Мне прям очень нравится. Ароматы вообще какие-то невероятные. И как она открывается, прикольно. Я такого ещё не видела. Всё, мои хорошие. Вот такие были покупочки. Надеюсь, они вам были интересные и полезные. Реально, девчонки, если ещё вы не зарегистрированы в Фаберлик. Почему у меня со скидкой, кстати, всё выходит? Потому что я зарегистрирована там. И постоянно покупаю всё. И там как продавец-консультант, что ли. Или вы что-то типа того. Короче, если вы там зарегистрируетесь и будете покупать часто, то у вас тоже будут такие же скидки. Так что очень много прикольного в Фаберлик. Да, если вы ещё не зарегистрированы, ничего там не покупаете, то обязательно. Кстати, я люблю не только лазить по интернет-сайту, но я люблю лазить по каталогу. Бывает в интернет-сайте ты вот как-то не обращаешь внимания на то, что, например, в каталоге показывают. Например, вот эти помады, я бы их так не заказала. А когда каталог открыла, я вижу, что, о, думаю, вот что-то такое интересное, красивенькое, да? Думаю, опа, закажу сразу. Я выписываю эти номера и иду уже на сайт и берут в корзину то, что я увидела в каталоге. Поэтому каталог всегда дают. Он, то есть, обязательное приобретение. И я его люблю полистать на досуге. На моём коротком досуге. Вот. Всё, мои хорошие, надеюсь, вам моё видео понравилось, было интересным, полезным. Обязательно ставьте мне лайк, подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан. И я с вами обращаюсь до следующего видео. И, кстати, напишите, как вам помада. Всё, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok